Знакомьтесь, это мой кот Барсик. Барсюша, Барсюля, Барсучок, Барс, моя сладкая ватрушечка. Барсику 12 лет. Он родился 8 апреля 2011 года. Барсик для меня не просто кот и домашний питомец. Он для меня мое сокровище, мое сердечко и любовь, друг, приятель, товарищ, поддержка, опора и помощник. Мой сыночек, ангелочек, бриллиантик, алмазик, смысл моей жизни, вдохновитель. Для меня Барсик самый лучший на планете Земля. Я могу часами восхищаться своим котом и говорить о том, как и почему он прекрасен. Большую часть жизни мы с Барсом прожили в квартире. И выходом на улицу Барс был не рад. Его безумно пугали различные звуки, шумы. Хотелось быстрее вернуться домой и наблюдать за миром только через окно. Но иногда любопытство брало вверх. Барсюша разрывал москитную сетку и вылазил на парапет, чем очень сильно меня пугал, так как мог сорваться и упасть со второго этажа. А однажды даже залез к соседям в форточку из-за того, что не мог вернуться обратно. Уже более четырех лет мы живем в своем доме. А именно, мы с Барсюшей из Украины прилетели жить к моему уже теперешнему мужу в Польшу. Барсик с каждым днем все больше и больше стал проявлять интерес ко двору. Выходить гулять, естественно, под присмотром. Периодически доводил меня до слез, убегал, долго не могла его найти, после чего говорила, что больше никогда не выйдет во двор. Но время шло, Барсик адаптировался и стал вести себя, как примерный кот. Барсик настоящий хозяин в доме и во дворе. Следит за порядком, гоняет всех котов, ловит бабочек и приносит нам в зубах кузнечиков. А недавно он поймал воробья. И все это было на моих глазах. Сперва у меня был шок, паника и даже истерика. Но позже я отнеслась к этой ситуации с пониманием. Ведь, как ни крути, Барс есть кот, и это хищник. И инстинкты дают о себе знать. Конечно, он не выловил воробья с целью, чтобы накормить себя. Его целью было показать свою ловкость и прыткость. То, что он так легко справился с этой задачей, говорит только о том, какой Барсик сильный и мужественный. Я им безумно горжусь. Птичку жалко, но ничего уже не поделаешь. Такова природа. Мы с мужем теперь боимся, чтобы в один прекрасный день наш кот не поймал нам дикого голубя, которые живут у нас на еле. Барс давно за ними охотится. Такова была история про нашего котика Барсика. Надеюсь, вам понравилось. Не пожалейте, пожалуйста, для нас лайка. С удовольствием почитаем комментарии про ваших питомцев. Безумно рады вашей подписке. Присоединяйтесь к нашей дружной семье. Всем желаем мира, счастья, добра и любви. Папа, бузячки.